Всем привет! Сегодня снова хочу поделиться с вами своей небольшой заготовкой еды. Да, сегодня она действительно у меня небольшая. Я приготовила два гарнира, суп и салат. На гарнир у нас сегодня жареная картошка с жареными окорочками, макароны по-флотски, ну, соответственно, это макароны с фаршем. И также сегодня приготовила рассольник, классический, скажем так, рецепт, знаете, как в школьной столовой. По-моему, он называется рассольник ленинградский. И также приготовила сегодня салатик. Это салат из крабовых палочек, но не сытный, скажем так, не новогодний, а именно такой легкий, освежающий почти что салат из крабовых палочек. Итак, если вам интересно посмотреть, как же я все это готовила, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной. И начинаю я готовить с того, что разделываю курицу. Отделяю филе грудки и два окорочка. Пере грудки сразу перемалываю в блендере. Кому-то не нравится фарш на блендере. Вы знаете, мне абсолютно все равно. Мне кажется, что на блендере, что на мясорубке фарш получается примерно одинаковый. Заранее в фарш ничего не добавляю, ни лук, никаких специй. Отставляю его в сторонку. Он мне понадобится чуть позже. Оставшую часть курицы, это вот все кости и крылышки отправляю в кастрюлю. Рассольник буду варить на курином бульоне. Ну и как бы, соответственно, сразу тоже снимаю пенку с этого бульона и начинаю резать картофель. Картофель нарезаю для обжаривания. И также небольшими кусочками нарезаю картофель сразу и на супчик. На разогретую сковороду с маслом выкладываю два окорочка. Хорошенечко их буду обжаривать с двух сторон. Посаливаю сванской солью. И также наливаю масло на следующую сковородку. Буду делать пережарку овощную, лук и морковь. И сразу приступаю к нарезанию салатика. Для салата я беру две помидорки, довольно крупные. Нарезаю их в небольшие кусочки. Да, вот вы знаете, в октябре месяце помидорки уже, конечно, совсем не те. Что в сентябре уже прям чувствуется, что они тепличные, не такие вкусные. Ну да ладно, отправляю в салатник. И следующим этапом в салатник я добавляю крабовые палочки. Но, как правило, я использую крабовое мясо. Нравится больше моему мужу. Как по мне, так они, мне кажется, примерно одинаковые. Что крабовые палочки, что крабовое мясо. Но Коля вот настаивает именно на мясе. Напишите, вот чем они отличаются вообще. По-моему, это одно и то же. В общем, следующим этапом достаю уже успевшую провариться курицу. Выкладываю на отдельную тарелочку для того, чтобы она остыла. И я могла безболезненно, без ожогов снять мясо с костей. Овощная пережарка уже тоже успела приготовиться. Половину отделяю из общей массы и добавляю в супчик. Вторую половину пока оставляю в сковороде. И также в супчик я решила взять булгур. Да, у меня не было перловки. Знаю, что прям совсем по классике идет перловка. Но вот вы знаете, я заменила перловку булгуром и вот вообще никаких изменений не почувствовала. В оставшуюся пережарку добавляю фарш. И также его обжариваю тоже с луком и морковкой. Хорошенечко так его лопаткой деревянной разбиваю на мелкие-мелкие кусочки. Курица остыла, поэтому я уже беспроблемно смогла отделить мясо от косточек и мясо вернуть обратно в кастрюлю с супом. Далее приступая к макаронам по-флотски, можно было бы отдельно отварить макароны и потом добавить их уже к фаршу. Но у меня на плите просто не осталось свободного места. В общем, кастрюля, в которой бы я могла сварить макароны, она у меня просто не влезла на плиту. Поэтому решила сразу варить макароны в сковороде. Выложила их, перемешала хорошенечко и залила большим количеством воды, причем горячей воды. Вода при таком приготовлении должна полностью покрывать макароны, затем слегка перемешала их, ну, для того, чтобы они не такие, не слиплись, чтобы они, и уже оставила вариться под крышкой. Кстати, можно таким способом приготовления пользоваться, я частенько делаю и так. Далее из сковороды, точнее, достала окорочка, они уже успели пожариться. И на том же масле, на котором жарились окорочка, теперь обжариваю картошечку. Картошка получилась просто божественная, такая вкусная она, и так вкусная жареная картошка. А на масле из-под окорочков, так вообще просто бомба. В общем, пока болтала, успела уже нарезать лук, добавить в салатик. И сейчас убираю лишний жир с бульона, с супа. Абсолютно ненужная, я считаю, вещь. Вот этот бульон занимает 3 секундочки буквально удалить этот жир, но зато супчик становится намного-намного вкуснее. Но, опять же, исключительно для меня. И теперь под конец буду добавлять в суп соленые огуречки. Для этого нарезаю их небольшими кусочками. И добавлять их буду, когда картошка уже проварится, ну вот, на 99%. Заправляю салатик солью и майонезом. И приступаю к следующему блюду. В общем, у меня пока ребенок спал, я решила немножко также приготовить впрок, но в этот раз уже для морозилки. Приготовить котлеты. Нарезаю лук на крупной терке в салатник. И туда же, к этому луку, потом добавляю одно яйцо и два вида фарша. Я всегда использую на котлеты. Куриный и свиной в пропорциях один к одному. Все это перемешиваю хорошенечко, подсаливаю и формирую котлетки. Абсолютно точно такие же, как бы я их делала, если бы сразу обжаривала на сковороде. Лишь с той разницей, что выкладываю я их как раз-таки не на сковороду, а на силиконовый коврик. Ну, очень удобно потом с этого силиконового коврика их снимать и выкладывать в пакет. Кстати, девчонки, хотела вам напомнить в очередной раз, что внизу в описании ролика вы обязательно найдете ссылку на мой инстаграм. С удовольствием вас туда приглашаю. Буду рада видеть каждую из вас. Так уж получается, что сейчас в инстаграме я появляюсь намного чаще, чем на ютуб. Но про ютуб я, конечно же, не забываю. И, девчонки, хочу вам напомнить, что последние ролики я готовлю по вашим заявкам. И этот не исключение. В общем, сегодня я повторила практически все, что заказала девушка в комментарии, который набрал большее количество, максимальное количество лайков и заставленных под этим видео. И, конечно же, не забывайте под этим роликом тоже писать свои пожелания, что вы хотите увидеть в следующем ролике. И я постараюсь повторить комментарий, который наберет большее количество лайков. Ну, вот как и сегодня, как и в прошлом видео, как и в позапрошлом видео. В общем, мне эта традиция очень понравилась. И, судя по вашим откликам, я вижу, что вам тоже это нравится. Такой интерактив. В общем, девчонки, давайте поддерживайте меня, пожалуйста. Конечно, ну, покушай из маминой ложки. Кушай, кушай. Да, курица. Вот умничка. Эту часть видео дозаписывала уже на следующий день. Ну, просто чтобы показать, как легко котлетки отделяются от коврика и как замечательно потом их будет использовать. Планирую приготовить гороховое пюре, когда закончится вся еда, которую я наготовила. Гороховое пюре с котлетами мальчишки мои обожают. Едят оба замечательно. И Тимофей, и Станислав. В общем, на ура у нас это уходит. Как-то вот, ну, не овощные у меня дети. Все-таки углеводы, причем сложные углеводы, намного лучше в моей семье едят, нежели клетчатку. Но, кстати, в свое оправдание хочу сказать, что фрукты мои дети едят каждый день. Абсолютно каждый день. И не по одному фрукту мы едим и груши, и бананы, и яблоки. Постоянно. Вот сейчас сезон винограда. Виноградом объедаемся. Так что не переживайте. Витамины мои дети получают в полном объеме. А то иногда, вот как начнешь читать комментарии, прям аж волосы дыбом становятся. Бедные мои дети. Как они у меня вообще выживают.